Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! На днях тело Найи Риверы так и нашли в озере Перу, Калифорния. Судомедэксперты уже сделали вскрытие и представили официальную причину смерти – утопление. Кроме этого, правоохранители обнародовали результаты тестов на наркотики и алкоголь в крови. Все детали смерти звезды сериала Хор объявили на пресс-конференции. Личность Найи удалось подтвердить только благодаря стоматологической карте, ведь тело пролежало в воде почти неделю и находилось в таком состоянии, что родных актрисы даже не пригласили на опознание. Как утверждает шериф, внимательное обследование тела не выявило на нем каких-либо травм, так что возможность того, что актриса была убита, практически исключена. По данным следствия, Найи Ривера утонула в результате несчастного случая. Перед отдыхом на озере с сыном она не принимала ни наркотиков, ни алкоголя, а на ее теле не было никаких следов насилия. Поэтому версию о самоубийстве или убийстве опровергли. Крайне сомнительно также, что Найя могла совершить самоубийство, ведь все произошло на глазах ее четырехлетнего сына Джози. В итоге гибель Ривера классифицирована как утопление в результате несчастного случая. Результаты вскрытия подтверждают, что Найя Ривера утонула. Экспертиза не показала никаких следов насилия или болезней, которые могли бы стать причиной смерти. Расследование также не указало, что актриса употребляла алкоголь или наркотики, которые могли вызвать смерть. Однако образцы крови передали на токсикологическую проверку, отчитались в полиции. Еще 8 июля 33-летняя Найя Ривера арендовала катер и отправилась со своим четырехлетним сыном Джози на отдых. Актриса выбрала озеро Перу с живописными видами и посреди водоема остановилась, чтобы поплавать с ребенком. Впоследствии сына звезды нашли на судне, когда он спал в защитном жилете. По словам правоохранителя, актриса утонула из-за подводных течений, которые являются привычным явлением на озере Перу. Семья погибшей выразила благодарность полиции и волонтерам, которые шесть дней почти круглосуточно искали тело Найи. Она была поразительно талантлива, но мы запомнили ее так же и как замечательного человека, мать, сестру и дочь, говорится в заявлении родных актрисы. Однако, несмотря на однозначные выводы полиции, семья погибшей до сих пор не может понять, как это могло случиться. Ведь Найя прекрасно плавала и хорошо знала озеро Перу, в котором нашла свой конец. Единственное, что может объяснить это трагическое происшествие, то, что лодка Ривера, из-за которой она с сыном выбралась, чтобы поплавать, не стояла на якоре, а течение в тот день было очень сильным. Так что лодку могло отнести далеко, пока мать с сыном купались, и если Найе пришлось не только плыть до нее самой, но и тащить на себе ребенка, то это могло исчерпать ее силы. Как рассказал малыш Джози, мама помогла ему забраться в лодку, а потом исчезла под водой. Силы девушки хватило только на одного, и она выбрала спасти сына. За час до того, как нашли тело Найи Риверы, на место трагедии приехали актеры из сериала «Хор». Все они объединились в молитве за коллегу, что зафиксировали на печальном кадре. Когда состоится прощание с Найей Риверой, пока не сообщается.